Добрый день, друзья! Меня зовут Алена Балакина, я редактор рубрики «Дом». Сегодня у нас с вами очень спорная тема для обсуждения, а именно подарки, которые не стоит дарить. Народные приметы распространяются на все случаи жизни, и когда сезон подарков и сюрпризов в самом разгаре, они как никогда могут пригодиться, ведь все мы хотим порадовать близких, а не поссориться с ними. Итак, согласно приметам, не стоит дарить. Часы. Пожалуй, самый спорный подарок во все времена. Еще нашим бабушкам было известно, что такой дар неизбежно ведет к разлуке. Если без часов никак не обойтись, обязательно возьмите с получателя символические деньги, лучше похожие на медную монету. Нет, биткоины не подойдут. Книги. Все книголюбы сейчас блокнут. Я уже. Оказывается, книга не лучший подарок. Народные приметы гласят, что подаренные тома могут привести к раздорам и даже к разводу. Какая тут связь, правда, определить сложно. Возможно, авторы приметы, прочитав «Горе от ума» Грибоедова, решили, что знание умножает печали. Я бы, конечно, поспорила. Жемчуг. Воскарь за свои верные страхи достается жемчугу. Оказывается, он участвует сразу в двух плохих приметах, одна интереснее другой. Согласно первой, подаренные жемчужины неминуемо принесут слезы. А вот по второй, нельзя носить украшения с этим камнем по одному. Обязательно в комплекте, иначе и хозяина ждет одиночества. Окей, носим только парой. Посуда. Собрались подарить посуду любимому коллеге? Не торопитесь. Оказывается, презентованная кружка может привести к разбитой жизни. Ну, а если подарок уже куплен, что же делать? Примету все-таки можно обойти. Проверьте, нет ли на кружке сколов, царапин и обязательно положите внутрь что-нибудь. Конфеты или даже мандарин. Фигурки птиц. И снова балансируем между двух примет. По народному поверью, птица, которая влетела в дом или постучалась в окно, обязательно сулит несчастье. Именно поэтому и к фигуркам таких вестников молва неблагосклонна. Лучше не рисковать. Животные и растения. Примета гласит, что подаренные питомцы и растения не проживут долго. А вот я считаю, что появление в доме животного должно быть продуманным и взвешенным. Может у будущих хозяев есть аллергия, да и к подобным заботам готов, но не каждый согласитесь. Так что внезапные идеи, подобные этой, лучше оставьте при себе. Тапочки. Будьте осторожны и с тапочками. С ними в народных преданиях существует множество примет и обычаев. Главный предрассудок, связанный с белыми тапочками, нам уже всем известен. А вот еще одно суеверие. Тапочки как бы приглашают нового хозяина покинуть свой дом и отправиться в путь. Если вы давно говорите своему повзрослевшему чаду, что пора покинуть родительское гнездо, это ваш шанс. Шкатулки. Со скатулками все не так строго. Если очень хочется подрадовать хозяйку дома изысканным и удобным ларчиком, препятствовать не стану. Главное помните, дарить шкатулки пустыми не стоит. Кладите в свой подарок монетку или элегантную бижутерию и все будет хорошо. Перчатки, шарф и варежки. От лишних пар пушистых варежек вроде бы никто не отказывался. Но приметы бескомпромиссны. Получать в подарок перчатки, шейные платки и шарфики якобы опасно. Суеверия гласят, что это привлечет ссоры и разлуки. Но выбор опять-таки за вами. Я вот, например, подарю своей маме шкатулку с бижутерией. А почему бы нет? А вы что? Рассказывайте.